В этом году работают профильные смены. В школе номер 8 с 1 июня члены научного общества «Орион» проводят различные исследования в эколого-краеведческом лагере. Руководит Наталья Евгеньевна Парамонова. По её словам, «Орион» обновился по составу. Подключились к работе ребята пятых-седьмых классов. Юные исследователи выбрали много новых интересных проектов, изучили методики. И вот уже на протяжении недели лагерь успешно работает. Кстати, программа лагеря была разработана совместно учителем и учениками. Каждый день школьники вместе трудятся над определенным проектом. Почему ребята осваивают проекты все вместе? Во-первых, они знают, кто над каким проектом работает. Во-вторых, они овладевают методиками работы в совершенно разных объектах природы. В луговых фитоценозах, на берегу реки, методика изучения реки, методика изучения луга, поймы, пойменного луга. Поэтому, когда приходит время отвечать на вопросы жюри на каких-то конкурсах, ребята спокойно отвечают на любой вопрос, потому что они владеют и методикой исследования, знают авторов этой методики и всё делали сами. Это самое главное. Это мои первые шаги в сфере экологии и географии. За первые дни лагеря мы посетили район деревни Медведково, где раньше была дубовая роща. Но позже, по неизвестным причинам, она исчезла. Моя цель – узнать, почему произошли такие изменения в природе. Это и является моим проектом с одноклассницей Даниловой Аленой. Во время проекта я узнаю множество вещей, которых раньше не знала. Для меня это незабываемые воспоминания и большой опыт моей первой исследовательской деятельности. Лагерь «Орион» для меня – это путь к успешному будущему. Я могу здесь узнать много нового. На данный момент я буду работать над проектом сравнения луговых фитоцинозов. Я думаю, мне будет интересно заниматься этой работой. В лагере «Орион» я смог завести много новых друзей. При этом я постоянно открываю для себя много интересного и необычного. Я думаю, что все, что я узнал в «Орионе», мне в будущем пригодится в выборе профессии. Спасибо нашим руководителям Наталье Евгеньевне и Алене Александровне за то, что они ведут нас по такому интересному пути. В данный момент я работаю над проектом о глобальном загрязнении воздуха автотранспортом. Он является самым большим процентом по загрязнению атмосферы. Мне интересно, какое воздействие имеют выхлопные газы на окружающую среду. Для этого я провожу исследования в центре города, где большой процент прохождения различного транспорта. Мне очень нравится выбранная мной тема. Я пытаюсь раскрыть ее до конца, потому что мне не безразлично состояние моей малой родины. С 1 июня я хожу в школьный экологический летний лагерь. Тут мы ездим в разные поездки, ходим в походы и помогаем друг другу с проектами. Сейчас у нас впереди несколько интересных поездок. Вчера мы посетили Кинишму, один из старинных русских городов Ивановской области. Побывали в зоне европейской тайги. Ребята увидели настоящие старые сосны, ели, маховую подстилку в лесу. Познакомились с теми растениями, которые являются типично таежными. Мы посетили новый мост через Кинишму. Побывали на набережной в Кинишме. Познакомились с особенностями реки Волги именно в районах больших крупных городов. Завтра нам предстоит посещение озера Святое в Южском районе. Традиционно уже более 25 лет мы ходим туда экспедициями. Большая экспедиция ждет нас в июле. А завтра ребята просто познакомятся с этим озером, потому что сосав лагерь обновлен. И из 10 ребят в лагере только трое когда-то были на этом озере. Но больше двух лет назад. Поэтому для ребят завтра будет опять период узнавания и знакомства с интересными объектами Ивановской области. Надо отметить, что в этом учебном году в восьмую школу пришла работать учителем биологии, выпускницы восьмой школы и Ориона Алина Кудряшова. Сейчас уже Алина Александровна. Она помогает ребятам разрабатывать проекты. Мне всегда было интересно изучать окружающую нас природу. Это, мне кажется, и повлияло на выбор моей будущей профессии. Я поступила в тот же самый вуз, в котором училась Наталья Евгеньевна, и на тот же самый факультет. Мы проходили большое количество практик. Это как раз и помогает сейчас мне в работе с детьми. Конечно, Наталья Евгеньевна Парамонова помогает своей бывшей ученице делиться опытом, отмечая, что это не единственная выпускница Ориона, решившая связать свою жизнь со школой. В прошлом месяце мы были на ежегодной олимпиаде, которую проводит Ивановское отделение Русского географического общества. Это олимпиада совместная с Ивановским госуниверситетом, которая традиционно проводится в городе Шуя. Так вот, там уже несколько лет подряд участвует тоже бывший мой ученик, который заканчивает аспирантуру, Алин Дмитрий. И сейчас он работает в одной из школ в городе Шуя. И уже его ученики в течение года заняли несколько призовых мест на всероссийских конкурсах. А когда-то он тоже начинал в Орионе. У меня есть ребята, которые закончили кафедру промышленной экологии в Государственном университете Ивановском. И работают именно в сфере экологии. Вы рады, что вас? Да, я очень рада.